Рассмотрим проравнение 5х в кубе плюс 11у в кубе плюс 13z в кубе равняется 0. Оказывается, в целых числах оно имеет единственное решение. x равно y равно z равно 0. Чтобы это доказать, воспользуемся сравнением по модулю 13. Заметьте, пожалуйста, если я посмотрел бы по модулю 5, то обнаружил бы, что x куб может быть любым, потому что число 3 взаимно просто с числом 5 минус 1. И по модуле 11 то же самое, что-то ничего бы не произошло, потому что 11 минус 1 это 10, а 10 взаимно просто с числом 3. А вот 13 минус 1 это 12. И поэтому кубов по модулю 13 существует всего 4 штуки. Есть два способа рассуждать. Для тех, кто знает малую теорему фирма, рассуждение такое. Представьте себе, что хотя бы одно из чисел x и y не делится на 13. Тогда, переходя от сравнения к сравнению, мы получаем, что 5x куб сравнимо с минус 11y куб. Но что такое 5x куб? 13 минус 5 это 8, поэтому 5 это то же самое, что минус 8. А минус 11 это то же самое, что 2. Делим на 2 и получается, что минус 4x куб сравнимо с y куб. Возводим в четвертую степень. Что тогда получается? Здесь будет y в 12, то есть единица. Здесь минус 4 в 4, x в 12. Так, что такое 4 в 4? Это 16 в квадрате. 16 по модулю 13 это 3. Значит, я... Так, это не минус, а плюс, потому что я взвалился в четвертую степень. Значит, я здесь напишу просто-напросто 3 в квадрате, то есть 9. Вот и все. 9 сравнимо с единицей по модулю 13. Если не хотите использовать малотеревый формат, то можно было так попросту рассуждать. Выпишем все остатки, какие бывают по модулю 13. 4 в кубе это 64, а 64 это минус 1. Значит, это будет минус плюс 1. 5 в кубе 125. 125 минус 130, потому что это делится 13. Это будет минус 5. Значит, это будет минус плюс 5. И здесь у нас 6 в кубе. Это 216. Смотрите, вообще 208 на 13 делится. Потому что 208 это 16 умножить на 13. Соответственно, это будет плюс-минус 8, то есть минус плюс 5. Вот и все. Остатки отделения третьей степени на 13 бывают такие. Плюс-минус 1 и плюс-минус 5. Это 4 штуки, ну, собственно, как положено, потому что всего остаток 12, а мы возвели в третью степень, значит, их стало в 3 раза меньше, то есть 4 штуки. Теперь смотрим на вот то выражение. Хотите прямо 5х куб плюс 11у куб. Хотите на вот чуть-чуть модифицированное, когда мы здесь немножко изменили. И получилось у нас 4х куб плюс у куб. И подставляем все эти варианты. И видим, что ничего хорошего не будет. Ну, в самом деле, нам что нужно? Нам нужно, чтобы у в кубе плюс 4х в кубе делилось бы на 13. Вместо у куб и вместо х куб мы можем подставлять плюс-минус 1, плюс-минус 5. Ну, какие варианты? По единице будет 1 плюс-минус 4. Не делится. Сюда подставляем 5, сюда подставляем 1, будет 5 плюс-минус 4. Тоже не делится. Наоборот, 1 плюс-минус 20 тоже не делится. Но когда пятерки, то же самое, что единица. Вот. Таким образом, мы доказали замечательный факт. Если 5х куб плюс 11у куб плюс 13z куб делится на 13, то числа х и у обязаны делиться на 13. Как из этого следует, что единственным решением уравнения является решение х равно у, а мы тоже не можем? Если у нас получилось, что х делится на 13 и у делится на 12, то х куб делится на 12 в кубе и у куб делится на 13 в кубе. Значит, z обязана делиться на 13. Замечательно. Теперь мы просто говорим, что если х, у, и z обязаны делиться, то давайте подставим вместо х 5а, вместо у. То давайте подставим. Теперь мы говорим, если х, у, и z обязаны делиться на 13, то мы можем подставить вместо х 13а, вместо у 13 б, вместо з 13 c. Подставили, вынесли 13 в клубе, разделили и получили такое же уравнение, только вместо x, y и z новые числа А, Б, С. Называется метод бесконечного спуска. Мы еще раз ту же самую процедуру и получим, что А, Б, С должны делиться на 13. И еще, и еще, и еще. И получится, что мы каждый раз все три числа делим на 13, а получаем решение уравнения в целых числах. Поскольку невозможно ненулевое число делить на 13 бесконечное число раз, чтобы оно при этом все время было целым, то единственный вариант это x равно y равно z равно 0. Единственный вариант x равно y равно z равно 0. Субтитры создавал DimaTorzok